День Города Улица Коширина, наконец, завершенная. Теперь о пробках можно забыть. Убиты из ревности. Новые подробности в деле погибшей рязанской журналистки. Материалы направлены в суд. Сегодня день знаний. Из-за парты в Рязанской области сели 12 тысяч первоклассников. Всего же в этом году будет обучаться почти 60 тысяч школьников. Из-за пандемии большинство образовательных учреждений 1 сентября провели в кабинетах. Торжественные линейки были предусмотрены только для первоклассников, но с соблюдением санитарных норм. В этом году косметические ремонты провели во всех школах региона. Завершается строительство новых учебных заведений в Сасове и селе Просече Александр-Невского района. Кроме того, продолжается возведение школы на 1100 мест в микрорайоне Кольное. Ее планируют достроить в следующем году. На улице Коширина у выезда из центра Рязани в сторону северной окружной дороги полностью открыли для движения мост через Трубеш. В начале планировалось, что ремонт закончится только к ноябрю. У моста длиной 140 метров разобрали пролеты и на прежних опорах фактически создали новую дорогу. На открытии побывал рязанский губернатор Николай Любимов. Окончание этого ремонта ждали без преувеличения все рязанцы. Мост через реку Трубеш опорный. Здесь основная автомобильная артерия по направлению Конищево. Движение открыли на два месяца раньше срока. В прошлом году Минтранс Рязанской области по национальному проекту безопасной и качественной дороги субсидировал Рязанскую администрацию. Более чем на 68 миллионов рублей. Успели досрочно, зная, что проблемная точка для автомобилистов. За время ремонта на мосту укрепили опоры, уложили новое асфальтовое покрытие, перенесли столбы электропередач. По словам главы региона Николая Любимова, мост через реку Трубеш фактически родился заново. Проект будет, конечно, продолжаться. Президент соответствующие поручения дал. Мы будем на следующий год тоже рассчитывать крупные ремонты. Планы будут тоже до людей доведены обязательно. Ну и рассчитываем на то, что люди будут по-прежнему голосовать за те улицы, которые должны быть сделаны в первую очередь. Писать о том, где еще наблюдаются какие-то реально вновь появившиеся выбоины, трещины, ямы и так далее. Мы постараемся оперативнее реагировать в этом году, особенно в следующем, на такие вопросы людей. Впереди улучшение подмостового пространства, нанесение разметки и включение света, а также возведение ограждений. На это у подрядчика времени достаточно. Срок окончания работ – 1 ноября. Губернатор отметил, что ремонт объекта был сложным. Он в эксплуатации уже более 60 лет. Но после такой масштабной реконструкции пробок теперь здесь не должно быть. Для того, чтобы безопасно эксплуатировать этот объект, необходимо было произвести капитальный ремонт объекта и частично его реконструкцию. За несколько лет до ремонта, вы, наверное, знаете, там был провал на пешеходной зоне с той стороны. И эти балки, они уже потеряли свою несущую способность. И образовывались ямы, дыры, которые разрушали все сооружение полностью и представляли опасность для пешеходов и для водителей города Рязани. На объекте расширили дорогу. Сейчас движение открыто в обе стороны. В направлении Борок оставили две полосы, а в центр Рязани будет вести три. Это позволит увеличить поток и снимет напряжение на трассе. Герман Гущин, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Дело об убийстве рязанской журналистки Жанны Шепляковой передано в суд. Главный обвиняемый – ее 38-летний муж. Напомним, в середине января этого года в квартире на улице Гоголя в Рязани было обнаружено тело журналистки со множественными ножевыми ранениями. Спустя несколько дней ее супруг написал явку с повинной. Подробности далее. Трагедия на улице Гоголя разыгралась вечером 15 января. Супруги Шеплякова к этому моменту уже не жили вместе, но вопрос, с кем останутся дети после развода, по-прежнему стоял на поездке особняком. Выяснение отношений, взаимные упреки и трагическая развязка. Ревность и обида, по мнению следствия, основные мотивы жестокого убийства. В ходе данного скандала он попросил детей выйти на улицу, пояснив им, что сейчас они поедут кататься на горках. Осталось вдвоем с супругой, где у них начался конфликт на почве дальнейшего врага разводного процесса и определение места жительства в дальнейшем детей. В ходе этого конфликта произошла вот эта ссора у них, в связи с чем он увидел нож, лежащий на столе в комнате, взял данный нож и стал наносить ей удары этим ножом. Ударов нанес более 30 в жизневажные органы, верхняя часть туловища, конечности, в связи с чем через непродолжительное время она скончалась на месте совершения преступления. Тело Жанны Шепляковой обнаружили вызванной на скандал полицейские, взломав дверь. Ее новый молодой человек, в этот момент у них осуществлялась переписка. В начале 9 вечера, то есть в 21 где-то 05, погибшая написала ему, чтобы он вызвал сотрудников полиции. Он вызвал сотрудников полиции, но когда сотрудники полиции приехали, дверь была закрыта. То есть он уже скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции вверху там в двери, дверь немного была отогнута, увидели через данный проем, что там горит свет и лежит тело. Сразу после убийства обвиняемый вместе с детьми выехал в Тверскую область к своим родителям. А сам по приезду пошел в полицию, написал явку с повинной, но при проведении судебно-психологической экспертизы уточнил, что был в состоянии аффекта. Дескать, ничего не помню. Рязанские следователи в этом усомнились. Имелись основания у нас, поскольку были иные показания, что давало нам основания для проведения повторной экспертизы, уже стационарной. Данная экспертиза была назначена в институте имени Сербского. После ее проведения было установлено, что, согласно выводам эксперта, что он осознавал, что совершал преступление в состоянии так называемого аффекта, не находился. В связи с чем было предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ, вину признал. Сейчас обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы. Может и меньше, если суд учтет явку с повинной. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». На полигоне Дубровича под Рязанью завершился финальный этап международного конкурса «Авиадарс-2021», в котором летчики соревновались в боевом применении авиационных средств поражения по наземным целям. Сразу в двух номинациях летчики обновили рекорды конкурса. Вот так. Две ракеты, две цели. Управлять точностью НУРов сегодня умеют практически все. Поэтому вовсе не удивительно, что наши гости из Белоруссии и Китая по точности попаданий – одни из лидеров. Восточные партнеры и вовсе обкатывают в Рязани свои новейшие модели. На одной из которых, J-16, китайский экипаж установил рекорд игр, набрав 323,5 балла в номинации «Бомбардировочная авиация». Свой рекорд и у белорусских вертолетчиков. На Ми-8 они лучшие в армейской авиации на транспортно-боевых вертолетах. В целом же лидер общего зачета по-прежнему российская команда. «Бомбардировочная авиация» Так что официальных победителей и призеров не названо. Все все узнают после подписания делегатами итоговых протоколов. После блестящих выступлений иностранных экипажей лидерская позиция команды России уже не кажется такой незыблемой. Максим Васильев, телекомпания «Город». Библиотека номер 12 в районе Дашково-Песочни выиграла грант. Благоустройство уже началось и вложиться в будущий облик библиотеки сегодня смог каждый желающий. Расписать фасад здания пришли ученики и их родители. Продолжит уже профессиональный художник. Краски, музыка и хорошее настроение, пожалуй, нет лучшего рецепта, чтобы взбодриться в такую пасмурную погоду. А библиотека филиал номер 12, подобно доброй фее, подарила такую возможность сегодня всем желающим. Для посетителей подготовили обширную развлекательную и познавательную программу. Это краеведческая история микрорайона Песочня и поэзия современных и классических авторов Рязанщины. А для желающих раскрыть свой творческий потенциал открытый микрофон, где каждый смельчак мог прочитать любимые стихотворения. Наша библиотека попала в национальный проект. Мы получили грант в 5 миллионов рублей. В этом гранте предусмотрены разные виды работы. То, что мы должны сделать сами, это внешняя часть, и то, что внутри, на что выделяются деньги. Вот сегодня мы работаем над фасадом. Красим его сами. Чтобы помочь сделать библиотеку ярче, нужно было совсем немного – кисть и фартук. Оказывается, для этого совсем не обязательно быть профессиональным художником, хотя именно он будет последним аккордом в этой композиции. Согласно задумке, каждый цветной блок превратят в иллюстрированную страницу книги, прямо поверх фасада. Наши читатели больше и чаще приходят к нам. Сейчас появятся новые книги, новые мебели, новые красивые зоны. Это будет совсем другое учреждение. Библиотека филиал номер 12 – не последняя, кого затронет национальный проект. На очереди более крупные соседи. Акция «Приложи свою руку» – лишь первый рывок в череде творческих задумок. Полноценно оценить обновленное здание как внутри, так и снаружи посетители смогут лишь зимой. 8 декабря, когда библиотека радушно распахнет свои двери для преданных читателей. Ангелина Никитина, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В январе будущего года прокуратура России отпразднует 300-летие. Подготовка к масштабным торжествам началась заранее. В Рязанском музее молодежного движения открылась необычная выставка. Воссоздан рабочий кабинет прокурора с 40-х годов XX века. Главный рабочий инструмент следователя – пишущая машинка. Обязательный атрибут кабинета – телефонный аппарат, настольные часы, перьевые ручки с чернильницей, пресс-папье и аппарат для проявки пленки. Сегодня эти раритеты выглядят словно инвентарь для театральной постановки. А в середине прошлого века в таких условиях работал каждый следователь прокуратуры. Это такая работа, которой каждый выбравший посвящает целую жизнь. Так было в 40-е, в 80-е, так остается поныне. История прокуратуры, она в конкретных лицах и в конкретных делах, которые приходилось заниматься. Вот на моем конкретном примере. Я прокуратуре Рязанской области отдал 25 лет. Начинал в 1984 году с должности стажера, потом следователем района прокуратуры, прокурором сельского района. В то время приходилось заниматься и расследованием дел, и вести общий надзор, и тем, чем положено по законам о прокуратуре. Реальные вещи, которыми когда-то пользовался реальный следователь для нас – страница истории. Все годы совершенно иные условия, другие люди, и отличные от наших проблемы были в поле зрения следователей прокуратуры. Сегодня у сотрудников отличаются и функции, и методы работы, но неизменным остается одно. Эти люди в форме, в своем повседневном труде, стоят на защите закона. С рабочим кабинетом из прошлого можно познакомиться в Музее молодежного движения до 13 января 2022 года. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у меня все. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин